всем привет меня зовут майкл наки и наверняка вы уже слышали что произошел прорыв каховской гэс на плотине и там затопляется большое количество территорий это действительно масштабная экологическая катастрофа и гигантская проблема естественно и украинская российская страна обвиняют друг друга на рассказывая что именно другая страна привела к этому взрыву однако есть некоторое количество данных которые говорят о том что ответственно за произошедшее именно российская сторона но не тем способом который ей приписывается на данном этапе сложно говорить о том что россия там что-то подорвала в моменте потому что одну нет пока данных которые бы показывали что происходил какой-то взрыв однако это можно сделать и другими путями это можно сделать таким образом чтобы формально как бы россия ничего не взрывала но при этом действительно плотина прорвалась и было уничтожено фактически приведя к масштабной экологической катастрофе на территории украины с затоплением большого количества населенных пунктов как минимум на это намекает один из документов который опубликован опубликовано еще неделю назад из которого становится очевидно что россия буквально приняла решение никаким образом не обслуживать саму каховскую гэс и не ликвидировать там опасности которые появляются но для начала нам нужно погрузиться в контекст того что произошло и того что этому предшествовало для того чтобы понимать у кого какие мотивы и почему вообще это произошло и какие стороны предлагали действия для того чтобы это остановить базово изначально нужно понимать что если бы не вторжение россии на территорию украины то вообще бы ничего этого не было не было бы уничтоженных украинских городов не было бы огромного количества смертей уничтожено не было бы несколько масштабных объектов которым теперь присоединился каховская гэс собственно такие объекты которые представляют большую опасность как правило военных конфликтов даже когда они уже происходят но их пытаются сделать демилитаризованной зоной что неоднократно предлагала сделать и украинская страна и международное сообщество это касается и запорожская с это касается и собственно гэс что же сделала российская сторона она эти объекты разрушение которых может привести к масштабным последствиям использовала как военные объекты но например запорожская с россия вела огонь и ну тем самым что вот смотрите мы ведем огонь по неоккупированным частям территории украины а вы не можете стрелять в ответ ну потому что иначе вы можете попасть в атомную электростанцию и то же самое с каховской гэс ну то есть мы будем вести себя на ней как на военном объекте а вы не можете стрелять в ответ потому что ну иначе прорвется плотина и все затопит при этом надо понимать что для того чтобы прорвать эту плотину для того чтобы она разрушилась нужно ну не хватает простого какого-то удара неважно хаймер со российскими системами это довольно такое серьезное сооружение которое невозможно прорвать снарядом можно его подорвать собственно если большое количество взрывчатки заложить на саму плотину но есть и другая история связанная с тем что в ходе масштабных разрушений и отсутствия обслуживания собственно вода все может сделать самостоятельно особенно если ее уровень повысится до критических значений то есть если шлюзы не будут открыты в достаточной степени ровно это судя по всему и произошло по крайней мере есть данные которые об этом свидетельствуют но обо всем по порядку для начала давайте просмотрим мотивы собственно российская страна обвиняет украинскую сторону говоря что-то разрушила каховскую гэс для чего понятно не до конца действительно российские укрепления и российской линии обороны по ту сторону но днепра она находится на более низком уровне ну то есть она будет затоплены мы уже видим как это происходит как взрываются российские минные поля ну то есть заминированная территория ну под напором воды однако украина совершенно очевидно не собиралась проводить там наступление ну потому что для того чтобы и так форсировать реку и для того чтобы подвозить потом боеприпасы это все очень сложная логистическая система это в том числе причина почему россия переправилась на другой берег потому что подвозить припасы к тому берегу довольно проблематично и сложно и по этой причине собственно представить что украина планировала большую масштабную часть контрнаступления именно этом направлении очень понятно зачем более того собственно вот эта затопленная местность она теперь будет заболочена поэтому довольно сложно туда проехать например на каких-то технических средствах будет то есть грубо говоря прорыв этой плотины он делает так что ни одна сторона там не сможет ввести активные наступательные действия поэтому для украины создавать экологическую катастрофу фактически и заниматься эвакуацией населения довольно сложная задача и нет ни одной причины зачем бы им делать там такого рода подрыв при этом также не очень понятно каким бы образом у украины была возможность этот подрыв осуществить собственно обстрел ракетами опять же к прямому разрушению плотины не приводит да поэтому им бы надо было как-то туда пробраться заложить взрывчатку и взорвать поэтому российская версия здесь не выдерживает никакой критики для российской же стороны с точки зрения именно в военно тактической то есть например какого-нибудь атаки вот с этого направления подрыв плотины тоже не имеет никакого смысла опять же потому что оборонительные российские позиции тоже будут затоплены поэтому с точки зрения военно-стратегической в моменте вот именно на этом направлении это не имеет большого смысла однако есть смысл более глобальный ну то есть в целом создать критическую ситуацию которая заставила бы руководство украины во время контрнаступления отвлечься от этого самого контрнаступления и собственно сосредоточить свое внимание на ликвидации последствий той аварии того ты катастрофу которая случилась ну например украине теперь нужно эвакуировать часть населения чем она и занимается а зеленский вынужден созывать экстренный совет национальной безопасности и на нем обсуждать что делать потому что украине в отличие от россии не наплевать что будет с людьми на тех территориях россии как мы видим по этой войне в целом достаточно пофигу что происходит хоть в белгородской области хоть на оккупированных территориях даже сейчас когда там происходит подтопление в том числе и на оккупированных россии территория россии не особо заморачивается с какой-либо эвакуации для россии люди это расходный материал для украины люди это те кого они защищают оберегают и те партик кого они воюют те ради кого они защищаются от российской агрессии поэтому создание такой довольно сложной ситуации такой катастрофы во время того когда украине нужно заниматься контрнаступлением сложным с логистической точки зрения с военной точки зрения координация разных войск собственно разные удары и прочее это дополнительные препятствия для украины для того чтобы успешно проводить контрнаступление поэтому с точки зрения большой картины безусловно создание дополнительной точки напряжения это проблема для украинского государства и для украинской армии поэтому с точки зрения глобальной стратегии вот этот прорыв плотины он россии выгоден теперь о том как это было осуществлено на мой взгляд опять же Надо понимать, что это все произошло сегодня, поэтому все еще может меняться, могут приходить новые данные и рисоваться новая картина, поэтому мы с вами говорим лишь о тех данных, что я имею к этому моменту, однако я не думаю, что картина серьезно изменится с прошествием времени. Почему я не думаю, что это был подрыв? По той причине, что подрыв плотины это довольно серьезное мероприятие, потому что взрывы должны быть довольно масштабные, это должно быть слышно, это должно быть видно, у этого должно быть видеофиксация, там огромное количество населенных пунктов, причем как оккупированных России, так и находящихся под контролем Украины. И, собственно, кто-нибудь что-нибудь додозаснял, или как минимум мы бы видели и слышали огромное количество свидетельских показаний о том, что была какая-то громкая мощная серия взрывов. Поэтому мне не кажется, что вот эта ситуация была организована именно взрывами, именно подрывами плотины. Однако, как я уже говорил ранее, такого рода вещи можно организовывать и без локального подрыва. Каким образом? Необходимо создать ситуацию, в рамках которой давление на плотину, которое находится в не очень хорошем состоянии, будет сильно увеличено, и тогда может случиться ее прорыв. Вообще, мы не будем с вами углубляться в подробности, как устроены плотины, но если давление воды будет достаточно большим, шлюзы не будут открыты, при этом плотина будет иметь различного рода повреждения, которые не будут устраняться, то, собственно, случится этот самый прорыв. И, на мой взгляд, это именно то, что и произошло. И Россия сделала все для того, чтобы этот прорыв произошел. И, как вы видите, это вот, ну, можно, конечно, списывать на какую-то случайность, имея под звездочкой то, что, конечно, все это результат действия в целом российского вторжения. Да, то есть, вместо того, чтобы создавать там, ну, вместо того, чтобы вообще не захватывать украинские территории, не создавать проблемы, да, но помимо этого уже на следующих этапах было полное игнорирование предложений, которые в том числе поступали с украинской стороны. Например, еще в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предупреждал всех о планах российской страны подорвать Каховскую ГЭС. Тогда глава украинского государства отмечал, что на гидроэлектростанцию нужно направить международную наблюдательную комиссию, но этого не произошло. И вот сейчас мы наблюдаем эту самую катастрофу. В итоге получается, что Россия никаким образом не была заинтересована в том, чтобы эту катастрофу предотвратить. Однако, в пользу того, что это не случайность, говорит и выбранный момент. То есть, буквально два дня назад российская страна сообщила о том, что она считает, что украинское контрнаступление началось. И действительно, мы видим, что на ряде направлений идет активизация. И именно сейчас происходит вот такая масштабная катастрофа, требующая немедленного внимания украинского руководства. Все это посреди, ну или в начале контрнаступления. И, судя по всему, были специально осуществлены действия, которые позволяют предположить, по крайней мере, что Россия умышленно эту катастрофу сконструировала. Что это за действие? Вот здесь мы с вами переходим к самому главному. За неделю до взрыва на Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие вследствие военных действий и терактов, в том числе на оккупированных территориях, которые Россия считает своими. Документ от 30 мая был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление, подписанное председателем российского правительства Михаилом Мишустиным, вступило в силу со дня его публикации, то есть 31 мая. Так, в постановлении правительства номер 873 об особенностях применения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области положения законодательства Российской Федерации, в сферах промышленной безопасности, опасных производственных объектах и обеспечении безопасности гидротехнических сооружений, есть последний десятый пункт об авариях. Согласно нему, до 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсии террористических актов, не проводится. Что это значит? Это значит, что теперь люди, которые на оккупированных территориях, на оккупированных России территориях, ответственны за то, чтобы расследовать и устранять последствия тех или иных аварий, не должны этого делать. Ну, то есть это буквально приказ о том, что вот у вас, допустим, есть Каховская ГЭС, есть плотина, и там начинают идти трещины, которые впоследствии могут привести к тому, что плотина будет обрушена, и теперь нет обязательства эти аварии выявлять, устранять, расследовать их причины. Также в документе есть пункт о том, что до 1 сентября 2023 года и до 1 марта 2024 года, на объектах в ДНР, ЛНР, Запорожска и Херсонских областях не применяется часть пунктов федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов и о безопасности гидротехнических сооружений. То есть, фактически, это приказ, который позволяет ничего не делать с проблемными объектами, и никаким образом не устранять там аварии. Еще раз Россия зашла на территорию Украины, начала уничтожать города, захватила ряд сооружений, в том числе Каховскую ГЭС. И именно вот этот главный блок этой Каховской ГЭС, он все еще находится под контролем российской стороны. И вместо того, чтобы предотвратить возможные будущие аварии разными путями, создать там демилитаризованную зону, пустить туда международных наблюдателей, в целом оставить Каховскую ГЭС, чтобы Украина могла произвести все ремонтные работы, вместо этого Россия выпускает постановление, что теперь не нужно следить за аварийностью тех или иных объектов, не нужно устранять какие-либо вещи, которые нужно было бы устранять по российскому законодательству, об обеспечении безопасности на опасных объектах, в том числе гидроэлектростанциях. И в итоге, собственно, разрушения, которые происходили с этой самой плотиной, они могли привести вот к этому прорыву. То есть это сконструированная катастрофа. Сконструированная катастрофа руками российских властей. Но это еще не все. Журналист Washington Post Эван Хилл обращает внимание на следующее обстоятельство. До того, что случилось ночью, Каховское водохранилище достигло беспрецедентно высокого уровня. Вероятно, предполагает он, это произошло из-за того, что российские силы оставили открытыми слишком мало ворот, слишком мало шлюзов, сообщает New York Times. Всего через несколько месяцев после того, как водохранилище опустилось до исторического минимума. То есть сначала водохранилище опускалось, потому что было открыто достаточное количество шлюзов, то есть уходило достаточное количество воды для того, чтобы не оказывалось слишком серьезное давление на плотину. Но в последнее время Россия закрыла и остановила шлюзы, и в водохранилище скопилось рекордное количество воды. Чем больше там воды, тем больше давления оказывается на плотину. И все это в совокупности делает катастрофу практически неизбежной. То есть рекордный уровень воды из-за закрытых шлюзов, полное игнорирование вообще каких-либо проблем и аварийности состояния этой самой плотины, то есть постановление правительства, которое буквально говорит, вы не должны следить, расследовать и устранять все вот эти вещи, которые могут привести к катастрофе. И в итоге мы имеем прорыв плотины, который теперь огромный геморрой для ВСУ, не говоря уже о том, что он впрямую угрожает огромному количеству жителей. Из этой картины у меня складывается довольно последовательное и, честно говоря, вполне правдоподобное объяснение произошедшему. Я не думаю еще раз, что это российские ракеты или российская взрывчатка. Я думаю, что это искусственно сконструированная катастрофа, которая призвана отвлечь внимание руководства Украины от того, что они сейчас проводят. То есть вот контрнаступление. Ну еще несколько деталей к российской версии. Понятно, что все, что извергается из ртов российских пропагандистов и официальных сил, это, как правило, абсолютно от начала и до конца ложь. Тем не менее, еще несколько иллюстраций. Так, например, вот выглядела первая новость от гауляйтера новой каховки Леонтьева. В 6.15 утра со ссылкой на него сообщается, что никаких ударов ВСУ по ГЭС не было. Это бред, когда появилась первая информация о том, что есть проблемы с плотиной. Но через чуть больше часа, следующая новость, от него же опять, со ссылкой на него на Леонтьева, он говорит, что ВСУ обстреляли и разрушили ГЭС около двух часов ночи. Ну, то есть они путаются в показаниях уже в самом начале. Почему они не подготовили версию заранее, спросите вы? Потому что России плевать на оккупированные территории, на гауляйтеров этих оккупированных территорий. Ну, то есть пока его вот этого там Леонтьева, например, не убили, как это было со Стримаусовым. Ну, не за горами вообще устранения тех или иных гауляйтеров или их заместителей. Однако, ну, никто не видит смысла их информировать для того, чтобы информация не утекла раньше времени. Поэтому они сами вот не очень понимают, что происходит, и в том числе вот реагируют вот так вот сбивчиво, как это делает и российская сторона прямо сейчас, рассказывая про то, что ВСУ, значит, каким-то магическим образом уничтожили эту плотину. По факту у нас получается очередное гигантское преступление. Оно может выглядеть в разной конфигурации. Возможно, все, что я вам рассказал, постановление правительства, поднятие уровня воды никак не связано с произошедшим или как минимум не было планом России. Тогда их ответственность заключается в том, что они захватили эту территорию, что они мешали обеспечению безопасности на этой территории, и что они отказались от там демилитаризованной зоны или от приглашения международной группы, которая могла бы поддерживать удовлетворительное состояние плотины. И, собственно, в итоге это привело к катастрофе. Но если то, что я вам описал, те вот детали пазла, которые вместе, мне кажется, вполне себе складываются и говорят нам о том, что Россия сконструировала эту катастрофу, то это прямая попытка сделать так, чтобы ослабить возможности ВСУ и Украины в целом в нынешнем контрнаступлении. Потому что сейчас руководство Украины в том числе занято ликвидацией последствий этой катастрофы. Потому что затопляет большое количество территорий. Что же касается, не знаю, еще, если хотите рассуждения на тему утверждений российской стороны, вы могли заметить по новостям, что затапливаются в том числе острова, на которых находились солдаты ВСУ, которые на катерах оттуда уезжают. И Россия очень быстро на это среагировала. То есть Россия запустила в воздух собственные вертолеты и самолеты, которые наносят удары по войскам ВСУ, которые вынуждены срочно эвакуироваться, поскольку эта территория затапливается. То есть Россия достаточно быстро среагировала с военной точки зрения и пытается нанести там локальные поражения тем или иным подразделениям ВСУ, которые вот на катерах эвакуируются. То есть не очень похоже на то, что Россия как-то в этом контексте растеряна. Зато для ВСУ это, очевидно, был большой сюрприз. То, что произошло. Поэтому предположение о том, что это совершило ВСУ, оно, ну то есть непонятна мотивация, непонятен механизм, как это было осуществлено, и непонятно тогда, почему вот такая, собственно, реакция, ну то есть почему для многих со стороны ВСУ это стало большой неожиданностью, то есть к этому, очевидно, не были готовы. Все эти тезисы, на мой взгляд, все эти аргументы говорят о том, что Россия специально подготовила эту операцию, Россия провела ее, не считаясь ни с теми жизнями, которые будут отняты с украинской стороны, ни с людьми на оккупированных территориях, которых тоже, безусловно, наводнение из-за прорыва плотины, из-за фактического уничтожения Каховской ГЭС, вот эти жизни, которые будут унесены. К сожалению, это еще одна история, еще одна страница в этой войне, действий со стороны России, которые просто, ну, преследуют свои очень утилитарные интересы конкретной группы лиц в так называемой самопровозглашенной российской элите и добавляют лишь еще больше ужаса каждый день. И сейчас, когда Украина начала контрнаступление, Россия, понимая, что это будет для нее большой проблемой, понимая, что на целом ряде направлений мало что удастся противопоставить силам ВСУ, они используют вот такую тактику. Такую тактику, которая, ну, направлена в том числе, да даже не в том числе, а в основном на то, чтобы устроить большие проблемы для мирного населения, и чтобы Украина отвлекалась на проблемы для мирного населения, и была более ограничена во своих именно военных действиях. Я надеюсь, что все причастные к этому понесут ответственность и как можно скорее, и что это не помешает ВСУ победить в этой войне и провести успешное контрнаступление. Ну, а вы можете поддержать это видео лайком, подпиской на канал, можете написать в свой комментарий свою версию событий. Может быть, вы были очевидцем, который слышал какие-то взрывы. Может быть, наоборот, вы были очевидцем, который не слышал взрывы. Может быть, вы знаете, что там происходило. Может быть, вы разбираетесь в том, как устроены плотины, и можете подробно описать, что произошло, и могли ли те обстоятельства, которые я перечислил, повлиять на то, что в итоге случилась эта катастрофа, то есть повышение уровня водохранилища воды и отказ от обслуживания фактически вот этой гидроэлектростанции и самой плотины, которая является ее частью. В общем, я буду очень благодарен вам за обратную связь, потому что она поможет пролить свет на произошедшее. Ну и вы можете поддержать канал на Патреоне, ссылка в описании, или с помощью суперспасибо, кнопка с долларом в сердечке прямо под видео. А с вами был Майкл Найки, и до скорых встреч, всего доброго, пока!